Обрыв в поселке экспериментальной люди видят ежедневно, просто выходя из дома. Ведь до края остается около 15 метров. Сейчас власть в спешном порядке начинает заниматься проблемой. Намечен план готовиться к проведению конкурса по определению подрядчика. Но этот вопрос, по мнению сельчан, можно было начать решать гораздо раньше. История этой проблемы началась лет 20 назад. Постепенно шло обрушение за счет талых вод, за счет подрезания берега с речкой. Но речку, русло поменяли где-то лет 12 назад. Но обрушения продолжались из-за того, что талыми водами подрезала берег. Каждый год приближалось 5-6-7 метров. Критично будет впереди, если сейчас берег не укрепить, оно так и будет сыпаться. Нет, я надеюсь, критичной ситуации сейчас ее нет. И я надеюсь, ее не будет. Обратимся по посадке деревьев на осень. Это первоначально для того, чтобы на тех участках, где еще пока вообще критического нет ситуации. А здесь проект. Уже есть предположительное проектное решение по отводу. То есть вот у нас будет бетонный лоток. И мы трехступенчато отводим. Это для снижения нагрузки воды. Это все проектное решение будет? Да. И оно потихоньку будет выводиться снизу. За счет вот падает раз скорость. По представленному плану участок обрыва вплотную приблизившемуся к домам будут укреплять на длине 30 метров. Но вот по словам специалистов ОНФ, такой проект нуждается в доработке. То, что проектное решение увидела я сегодня, оно меня действительно напрягло. Потому что оно не до конца доработано. Знаете, сделать кусок из 30 метров и в округе вода всегда найдет места, а не делать с боковыми стенками этого же оврага, то мы получим обратный эффект через 2-3 года, когда сделаем здесь. С обратной стороны люди точно так же начнут сползать в этот овраг. Поэтому проектное решение требует доработки. Но то, что в этом году и проект до конца мая, начала июня будет выполнен, и в середине июля начнутся работы, я не сомневаюсь. Как заявляют народники, вопрос с экспериментальным находится на контроле у президента России. Поэтому жителям волноваться за исполнение проекта не нужно. Он будет исполнен, говорят в ОНФ. Только, как говорят горожане, за годы бездействия обрыв даже издалека навредил их домам. Ведь постоянная усадка образовала трещины в стенах. Алексей Чернов, Федор Бородатский, городской телеканал ЮТВ.